У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республики, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, это уже переходит границу с точки зрения прав человека. Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности, и реализовать свои элементарные права. 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке раздачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Ни для кого не секрет, что тем самым Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил Российской Федерации против Украины. Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан России за пределами российской территории. Ответ на это должен быть только один – укрепление украинского оборонного потенциала и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну-агрессора. Только кто этим будет заниматься? Нет, официальные действующие институты уже отреагировали. А вот новый президент Украины – не поворачивается язык назвать эту фамилию – юридически еще не вступил в должность и даже еще не прокомментировал свою позицию. За него это, как обычно, сделал его штаб, в то время как сам он, очевидно, где-то движует и уже несколько дней не появляется на публике. Действующий еще президент имеет все юридические полномочия что-то сделать, и он, конечно же, предпримет все необходимое. Но не более, потому что 75% избирателей лишили его морального права выступать от имени Украины и драться за нее на всех международных площадках. А ведь он все это время говорил именно о том, что угрозы со стороны путинской России никуда не делось, и 21 апреля – решающий выбор, или продолжаем движение выбранным курсом, или вот этот вот весь позор, прекрасно укладывающийся в агрессивные планы Кремля в отношении Украины. Ну что, большинство, теперь ждите, пока ваш новоизбранный что-то узнает, чему-то научится или вернется с какого-нибудь автопати в окружении спортивных журналистов и снимет вам очередной ржачный видос. Только Путин в это время будет тихо и грамотно вершить свои грязные дела. Владимир Владимирович сделал ход конем. Способен ли клоун со своим пассивным большинством защитить Украину? Постскриптум. Хорошо, что в Украине за эти пять лет выросло взрослое сознательное и активное гражданское общество. Эти 25%, или золотой четвертак, как сейчас говорят, оказались в меньшинстве, как показали последние выборы. Хотя среди активистов, среди деятельных украинцев, эта часть общества – абсолютное большинство, способное мобилизоваться в самые сложные моменты истории. Главное, чтобы новоизбранный президент не мешал нормальным людям строить свою страну.